всем доброго времени суток я сегодня решила с вами обсудить тему здоровья кишечника поговорим также немного о еде вставила вот здесь такую картиночку здесь конечно изображен желудок конечно же в целом пищеварение мы не будем сегодня обсуждать но в контексте еды мы поговорим сегодня о здоровье кишечника собственно как влияет еда на здоровье кишечника особенно некоторые компоненты нашей пищи и какая же функция кишечника какая же глобальная значимость кишечника для нашего организма мы сегодня это все обсудим покажу вам все детальненько надеюсь вам будет интересная тема и вы досмотрите сегодняшний мой такой тестовый урок для вас до конца и так если говорить о тонком кишечнике на этой картиночке мы можем видеть внутренние наши органы частности здесь изображен желудок вот так выглядит в нашей внутренней полости брюшной полости кишечник в частности тонкий кишечник здесь начальный и отдел 12-перстная кишка несмотря на то что он вот так вот так вот плотненько у нас упакован это считается самым большим объемным длинным органом то есть в целом он доходит фактически до пяти метров в длину в нашей нашем организме он такой вот объем занимает если говорить о внутренней части кишечника то есть так он видит мы можем видеть его внешне вот это он показан в разрезе то есть внутри кишечника выглядит клеточки кишечника энтероциты или же можно еще их по-другому называть эпители ациты они выглядят примерно так то есть это вот сами сам кишечник верху вот эти энтероциты и они покрыты собственно такими ворсиночками но сами ворсиночки еще покрыты микро ворсиночками эта картинка будет следующего слайда вам там будет более понятно то есть целом разрез кишечника выглядит вот так вот конечно же это такие вот складочки и если эти складочки растянуть с вот этими вот ворсинками то это будет объем вот и вот целый теннисный корт то есть вот такой объем занимает наш кишечник то есть это глобальный такой орган который целый я всегда люблю говорить это целый плацдарм для всасывания и расщепления то есть максимально мы можем усвоить через здоровый кишечник множеством как полезных питательных веществ так микроэлементов это все происходит усвоение через клеточки кишечника энтероциты наши если говорить о том что происходит у нас обновление клеточки кишечника слизистой происходит каждые 3-5 дней и как мы моемся например душ это у нас эпители клеточек наших кожи он может отслаиваться то есть меняться то есть обновляться точно так же у нас все происходит и внутренних органов например в том же желудке и в том же кишечнике тоже происходит отшелушивание и вот представьте какие масштабы каждую минуту у нас 17 миллиардов клеток отшелушивается в полости кишечника и желудка на самом деле если это все здоровые органы то поскольку эпители состоит у нас из белка с тех же аминокислот то повторно могут всасываться эти же аминокислоты то есть 17 миллиардов мы можем терять если здоровый кишечник то примерно 50 60 процентов повторно белка будет всасываться это так происходит у нас в норме это тоже у нас изображены вот собственно эти ворсиночки наши кишечника и вот они покрыты еще микро ворсинками то есть это вот такая вот щеточка которая покрывает большие ворсиночки и здесь главное интересно будет сказать что пищеварение происходит у нас не только в желудке который выделяет желудочный сок до поджелудочная железа которая панкреатический сок выделяет также желчные кислоты которые в желчном у нас тоже обладают ферментативной реакцией но мало кто говорит о том что кишечник тоже выполняет ферментативную свою функцию то есть благодаря ферментам кишечника здоровым ферментом если кишечник здоровый он будет выделять тоже ферменты где будет собственно и происходить расщепление и дальнейшее усвоение пищи есть у нас пристеночное пищеварение вот как раз на этой картиночке она изображена то есть вот это при стенках кишечника происходит пищеварение но также есть еще полосное полосное это как полоса образно говоря которая происходит вот уже в средине на поверхность не самого кишечника как же происходит пристеночное пищеварение вот здесь изображены ножнички это как своего рода ферменты они выступают в роли как у своего рода парикмахером они стригут вот здесь стригут стригут вот представьте что здесь аминокислоты например белки те же протеины и вот ферменты их подстригли 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 они уже стали одиночные и происходит усвоение как же у нас происходит усвоение в кишечнике она может происходить как через эпителий кишечника через энтероцит через саму клеточку также она может происходить через межклеточное пространство того тех же клеточек кишечника то есть есть два пути причем через энтероцит это основной путь через межклеточное пространство в норме принципе происходит ничтожное мало его то есть количество попадания микроэлементов все-таки там в какие-то доли процентов по сравнению через усвоение через энтероцит также важно сказать что сами вот эти микроворсинки которые создают вот эту щеточку кайму они еще выполняют функцию бактериального фильтра и не пропускают через себя крупные микроорганизмы то есть это еще бактериальная такая еще защита нашего кишечника далее если говорить о межклеточных контактах что такое мисклеточные контакты собственно вот клеточки наши энтероцитов как я уже сказала у нас усвоение микроэлемента может происходить не только через саму клетку кишечника а между клеточками чтобы по кровоток кровеносное русло которое находится уже сразу под клеточками кишечника не попадал и токсичные элементы всякие бактерии вирусы для этого организмом у нас так продумано что есть вот плотные контакты плотные контакты собственно находятся у нас вверху клеточек энтероцитов и они выглядят вот примерно вот так вот здесь представлена больше контактов то есть помимо плотных еще адгезивные есть они выглядят примерно вот так то есть они пронизывают стеночки вот нашего кишечника также есть еще дезмосомы и щелевидные контакты то есть учитывая разновидность этих контактов каждая из них выполняет свою функцию вверху они поэтому и называются самыми плотными потому что они или замыкающими они вот на страже порядка встают стоят самом верху кишечника и защищают от попадания не желательных токсинов наш дальше даже в кровоток вот примерно вот так выглядит эта картиночка в увеличенном виде здесь мы видим как происходит связка вот энтероцитов между собой собственно вот и есть эти замыкающие контакты они в своем составе имеют три белка основной из них называется клаутин также еще есть зо зо это сокращенно от зонулина они есть разные 1 2 3 по разновидностям но в общем то можно отнести их просто к золу зонулина так вот если эти белки вот клаудин окклюдин и джем один они просто связывают между собой клеточки нашего интер и кишечника то зонулин он может как смыкать так и размыкать он выступает своего рода таким регулятором этих контактов то есть он выключает их и включает таким образом он действует на эти связи далее если мы обсудим десмосомы то десмосомы примерно выглядит вот так то есть вот те же клеточки кишечника энтероциты вот красные пластиночки десмосомы и здесь между собой они связаны тоже белками что же вот это такое желтенькая вот здесь она выглядит как красненькая на самом деле это белок кератин кератин он привязывает вот эти десмосомы к самим он пронизывает сами эти клеточки кишечника для того чтобы создавать плотные связи то есть мы видим что кератин у нас входит состав не только это белок не только волос не только кожи но также он участвует в межклеточных контактах того же кишечника или же желудка здесь мы видим что собственно говоря саму плотность контакта везде у нас создают белковые связи как здесь так и тот же белок кератин также есть еще щелевидные контакты они выглядят вот примерно как цветочек между ними вот небольшая щель собственно через нее и проходят питательные и к сожалению не только питательные микроэлементы собственно здесь состоится между клеточками кишечника щель как мы видим белок тоже здесь конексин белок то есть у каждых контактов свое название белков но помимо этого сюда еще входит кальций но кальций он выступает здесь немножечко связным таким компонентом и на следующей картиночки у нас адгезивные контакты я сейчас вам как раз расскажу какую функцию играет кальций на самом деле он играет функцию во всех контактах не только в щелевидных а во всех контактах вот здесь еще представлены адгезивные контакты тоже опять же смотрите здесь все те же белки вот тоже пронизывают вот создают вот такую адгезивную связь адгезивный поясок как это вообще все связывается вот собственно вот эти клеточки кишечника но мы поняли что есть разные всякие вот эти вот контакты но сам процесс связывания мы поняли что есть белок и есть кальций как это вообще все происходит поскольку это белок и как правило это аминокислоты в данном случае здесь мы рассмотрим глютаминовую кислоту и аминокислоту лизин как правило они выступают вот в этих межклеточных контактов контактов и они имеют в чем вообще суть этого всего в этой всей связке они имеют заряды как например глютаминовая кислота она имеет заряд минус а лизин аминокислота она как правило имеет заряд плюс и как мы знаем по закону кулона что если это разноименные заряды то они будут притягиваться но если здесь вот связки например будет 2 глютамин и глютаминовые кислоты соответственно связка происходить не будет каком же контексте выступает здесь кальций зарядом 2 плюс он имеет свойства обладает он может связывать разноименные точнее одноименные заряды то есть вот таким вот образом он их притягивает и происходит связка вот этих вот аминокислот собственно в межклеточных контактов основная функция выступает здесь одну основную функцию здесь в принципе выполняет кальций у нас вот вот так это собственно все происходит у нас зачем я это вам все рассказываю когда вы на мой взгляд когда человек понимает функцию что здесь происходит тогда он сможет понять что для собственно для полноценных контактов то и нужно мы знаем что для заживления стенок кишечника в большинстве случаев можно использовать ту же глютаминовую кислоту и тот же кальций нам конечном итоге нужен для связки полноценности этих контактов соответственно если человек будет дефиците кальция можно говорить о том что потенциально эти контакты будут неактивны вот здесь немножечко я решила вам добавить о том что межклеточные контакты они сверху тоже может могут они же как-то тоже дальше связываются в межклеточном матриксе здесь тоже выступает полудесмосома сверху и привязывать соединяет их к межклеточному контакту межклеточному матриксу вот еще решила вам рассказать о щелевидных контактах те которые мы уже проходили вот собственно вот здесь в самом низу кишечника они уже клеточках энтероцита работает но также эти щелевидные контакты они не только там представлены они еще представлены могут передавать нервные импульсы например или могут передавать те же те же нейротрансмиттеры такие как допамин например собственно вот вот это вот щель и контакт там примерно выглядит точно так же и передается вот например вот здесь в этих через синаптическую щель вот этих в синаптических пузырьках здесь у нас копится например тот же допамин и также у нас передается через щелевидный контакт нейромедиатор или например нервный импульс то есть разные бывают виды связи этих но не в этом суть хотела вам рассказать что есть щелевидный контакт еще вот в таком вот видим у нас и возвращаемся мы к функции кишечника опять же мы видим здесь энтероциты клеточки кишечника и здесь мы рассмотрим еще микробиом смотрите он находится в самом фактически он находится наверху то есть полости кишечника далее находится слизистая или мукус еще по-другому его называют есть такое неправильное мнение что слизь она ну как бы для нашего организма своего рода вредна то есть является то есть она нам не нужна то есть это плохо но на самом деле слизистая она в данном случае еще является защитным барьером самих вот этих энтероцитов частности клеточек кишечника и вот этих ворсиночек вот собственно это здесь большие ворсиночки а здесь мелкие мелкие марси ворсиночки собственно будет плохая у нас норма флора будет плохая у нас слизистая соответственно вот эти ворсиночки сразу же будут травмироваться то есть это два слоя можно так сказать защиты нашего и наших клеточек кишечника и главная функция кишечника помимо того что это большой плацедарм для усвоения питательных веществ вот также функция кишечника другая еще это является она это барьер от вредных бактерий грибов и чужеродных веществ то есть мы знаем такое понятие как протекающий синдром протекающего кишечника как же могут быть токсины попадать чужеродные вещества попадать к нам в организм через тот же кишечник тоже почему я вам собственно рассказывала про вот эти прекрасные межклеточные контакты потому что это напрямую связано с здоровьем нашего кишечника помимо того что сами морсинки могут травмироваться если у нас повреждена слизистая то есть нету норма флоры хороший качественный которые у каждого наш у каждого человека индивидуально у нас в организме могут повреждаться ворсиночки и микроворсиночки но также может не работать вот эти межклеточные контакты и это прямой путь тех же токсина в кровоток поэтому важность вот этих работ и контактов по самой работе кишечника первостепенно можно так сказать вот здесь были увеличенном виде мы можем видеть синдром протекают протекающего кишечника то есть пища микроорганизмы токсины они могут попадать в сам само кровеносное русло вот эта картиночка это микрофлора кишечника которая находится собственно на самом верху это увеличенная картинка фото нашего кишечника и вот эти дырочки это как раз и есть вот собственно потенциально дырявый кишечник то есть это увеличенная картинка как это вид сверху можно так сказать вот так это примерно вот выглядит и на этой картиночке вы видите олесио фасана это такой первооткрыватель собственно он открыл вот это понятие как синдром протекающего кишечника он первый заговорил о влиянии глютена а в частности его производных дальше мы об этом обсудим это канадский ученый который открыл вспоминаем вот картиночку которую я вам не зря рассказывала о межклеточных вот этих контактах в свете дырявого кишечника то есть почему нам нужны плотные эти контакты и собственно вот активное звено который регулирует вот эти собственно плотные контакты белок зонулин помните мы о нем говорили так вот как это вообще работает в действии собственно этот дырявый кишечник как он становится дырявым он работает то есть выключается этот работа этого белка зонулина который и как раз активирует вот эти вот контакты то есть сами производные глютена они влияют на белок зонулин зонулин же в свою очередь становится неактивным межклеточные контакты размыкаются и соответственно вот конечном результате это все попадает в кровеносное русло то есть вот так выглядит вот этот процесс если говорить о что же такое вообще глютен это клейковина самой пшеницы да и также есть множество продуктов которые содержат это эту клейковину компонент вот этот клейковину и глютен он расщепляется у нас уже в кишечник он попадает его производные такие как глиадин например глютенин и глютеоморфин почему же люди очень зависимы от ну вот они любят очень белые булки в сладкие булки но в частности здесь мы можем говорить о влиянии самого самого глютена как лютого производного его глюта у маркин то есть соответственно морфин он вызывает зависимости вот такое не необъятное не сдержимое желание кушать бесконечно эти булки а вот то есть вот через вот этот глютеоморфин ну и глютинин тоже это все производная глютена но здесь мы также можем видеть лектины а лектины это тоже растительные гликопротеины то есть белок с углеводным компонентом которые они не являются конечно же глютеном но работа их очень действие их очень схожи то есть они также обладают таким действием как молекулярная мимикрия то есть они могут попадать в наш организм и также могут влиять на межклеточные контакты нашего организма то есть нашего кишечника правильнее будет сказать о алектинах у меня есть кто хочет поподробнее просто об этом сейчас не будем вести речь кто хочет поподробнее прочитать у меня есть блоги про лектины так у меня как правило подписаны посты вы можете найти про лектины я писала в контексте то того же дырявого кишечника более такие ранние мои посты вы сможете найти и также мы сейчас немножечко поговорим о в конечном результате дырявого кишечника да что же собственно у нас мы поняли что у нас происходит вот здесь разрывы размыкание попадают нежелательные микроорганизмы элементы в наш кровоток и вот собственно мы здесь еще видим для один я уже озвучила да мы будем еще далее его упоминать можете обратить на это внимание так далее какие же причины вообще повышенной кишечной проницаемости то есть что же может послужить вот этими вот разрывом что же может послужить конечно же это вообще не здоровое питание некачественное питание то есть избыток тех же углеводов быстрых те же тех же булок здесь в частности тот же глютен можно рассматривать голодание почему голодание понятно что мы обсудили межклеточные контакты и что для их даже здоровой работы нужен белок нужен кальций ну и в целом другие микроэлементы то есть голодание это в принципе дефицит и микроэлементов и тех же аминокислот то есть может вызывать в конечном итоге казалось бы человек ничего не ест откуда кишечная проницаемость из-за дефицита пищевая непереносимость и аллергия как правило смотрите тут какой компонент аллергия изначально у человека непереносимость каких-то продуктов может вызывать как следствие кишечную проницаемость но и кишечная проницаемость уже на старте может вызывать аллергию потому что в кровотоке находятся нежелательные микроорганизмы для нашего кровеносного русла дефицит нутриентов это понятно что человек дефиците тоже рискует страдать кишечной проницаемостью но и здесь я в целом написала инфекции паразитозы сюда же можно избыточный бактериальный рост и кандидоз относить то есть это все тоже в контексте может дерявить наш кишечник сделать его более проницаемость проницаемый и развивать вот эти контакты чрезмерный стресс тоже алкоголь сердечная недостаточность также преждевременные роды то есть здесь понятно что у ребеночка маленького несостоятельность будет еще не сформировалась в целом организме кишечная тоже стенка отсутствие грудного вскармливания в течение шести месяцев тоже является первым вот таким вот этапом защиты передачи мамы здорового иммунитета ребенку и что я здесь хотела выделить что к сожалению все факторы суммируются то есть появляется такой эффект переполненной чаши когда одно суммируется с другим и как результат может проявляться еще большие эффекты кишечной проницаемости если говорить о диагностике кишечной проницаемости конечно тут можно расценивать и недостаток ферментативного ферментом фермент апатия на всех этапах как и желудка поджелудочной так и желчного то есть это в принципе холециститы и так далее это панкреатиты это в принципе не будут недопереваренные компоненты пищи будут травмировать стенку кишечника то есть это конечно является первым очень важным аспектом это нужно понимать и работать с этим ну и конечно же тут и можно расценивать как кандидоз и гельминтоз мы уже все говорили это все тоже дырявит кишечную стенку что можно сдать можно сдать залеза нулин белок который собственно мы его обсуждали вот если он будет повышенным это является маркером повышенной кишечной проницаемости альфа 1 альф антитрипсин кала как по крови по крови можно сдать так и по колу тоже здесь очень все к сожалению нет такой стопроцентной однозначной диагностики здесь можно говорить если этот показатель будет повышен можно говорить о том что может у человека быть аллергическая реакция какая-то это же может быть показателем повышен будет то есть неоднозначно ну и хмс по осипову тоже анализ неоднозначный но можно рассматривать в контексте комплексного обследования и оценки состояния кишечной стенки если говорить мы уже обсудили глютен и его производных влияния на организм и в контексте питания как я уже говорила мы обсудим сегодня наш разговор о кишечнике будет в контексте питания и конечно же вы знаете людям с аутоиммунными заболеваниями лучше исключать глютен потому что не стопроцентно но у каждого конечно здесь очень большой спектр заболеваний автоиммунных но на сегодняшний день здоровье кишечника расценивается как одним из причин дисбаланса вот даже того же аутоиммунных заболеваний то есть диета с исключением глютена по крайней мере на какой-то период времени является показанием при аутоиммунных заболеваний у кого же есть генетическая непереносимость глютена это ген целиакии то есть если мы здесь говорим не о генетике то есть это у людей просто иммунный ответ может быть организма на те же производные глютена то здесь есть еще также люди точнее можно рассматривать людей у которых есть заболевание такое как целиакия и это будет активен ген вот этот дикню как же это все работает вот смотрите здесь представлена на картиночке кишечник мы уже рассмотрели что это здоровые клеточки кишечника они выглядят вот такие форсиночки продолговатые то при целиакии они вообще фактически отсутствуют и собственно вот этот белок глиадин на который я вам рекомендовала обратить внимание то есть это компонент глютена как мы уже обсудили после первичной обработки то есть ферментации кишечнике становится очень похожим на потенциального инфекционного врага если у человека вот этот на этого врага есть гены вот эти дикью они есть второй ген и восьмой ген то произойдет активация этих иммунных клеток то есть люди которых есть вот эти активные гены они у них активные гены против компонента вот этого глиадина то есть люди с заболеванием генетическим предрасположенным непереносимости глютен и в контексте диеты мы говорили что поговорим сегодня с вами о питании контексте глютена контексте здорового кишечника и контексте диеты как это вообще связано для обычных людей если нет аутоиммунных каких-то заболеваний или же к примеру генетических как целиакия есть такое понятие когда у человека может быть повышенная чувствительность просто компонентом глютен компонентом глютена и в таких случаях как его можно определить то есть по сути это человек не знает на что у него может быть как вообще это может быть проявляться непереносимость или чувствительность повышенная глютен может проявляться головными болями какими-то болезнями вот болезненными ощущениями в животе и так далее слабость тела слабость мышц то есть вот такая вот слабая активность быстро утопляемость к чему я это все веду к тому что люди которые имеют вот чувствительность производным глютена они исключают глютена как это вообще можно определить исключить глютен к примеру на два месяца и сделать вот такую эмилинационную диету и отследить реакцию своего организма на этот компонент вот ну и соответственно тогда после через два месяца тестово вводится то есть человек начинает кушать глютен там один раз три дня и отслеживает свою реакцию собственно на производные глютена вот так в этом заключается эмилинационная диета вот такие есть баг на черт помощники когда вы решили исключить глютен все таки жизнь у нас разнообразная и к примеру в этом поехали в италию конечно же это не повод не есть пиццу вы можете вот собой взять ферменты которые будут прощеплять компоненты того же глютена вот но единственное могу сказать что она постоянной основе не рекомендуется принимать эти добавки потому что есть все таки обратный обратная сторона медали скажем так то есть можно только точечно да то есть какой то период времени когда вам это необходимо собрала вот и литературу для вас я думаю что если вы захотите в этой теме немножечко по груди погрузиться и немножечко приоткрыть занавес все таки нашего здоровья кишечника связи например того же кишечный лимоз или хорошие плохие бактерии то здесь вы сможете я думаю найти ответы на ваши вопросы и благодарю вас за внимание кто был сегодня со мной прослушал мою такую информацию мини для вас надеюсь что она для вас была полезна информативно и какие-то вы сделали для себя открытие или может быть выводы конечно же здесь желаю всем здоровья и думаю увидимся на просторах инстаграм всего доброго